Подвигаюсь, собственно, все успел, постирал, разложил вещи, еще съел пачку курсан. Так, доброе утро. Кто почти убрался? Что-то я понял, что у меня много техники. Овер как. Дофига. Больше не надо. Самое сложное позади, собственно, уборка прошлась. Сделал все, 12.30. Сейчас, думаю, сесть за комп, помонтировать ролик. Пока у нас лютая жара, сейчас жара чуть спадет, я перекушу, начну готовить, пойду на турник, потом уже снимать. Все, это тоже мне нравится. Сделал дело, гуляй смело, как говорится. Заводить ративные задачи, закинуть шурцы на канал YouTube и выпить кофе. Пить готовлю. Не знаю, вот это вроде без шкурки, но типа не такой сильный. Это бедра. Должно нормально быть. Сейчас, пока жара. Да, не пахнет. Тоже нормально. Просто то попался не очень. Сейчас монтирую влог. Ребяточки, выложил влог, собственно, я разгрел материал. Уже лучше начал монтировать, в принципе. Все, короче, практика. Просто нужно делать. Делать, делать, сидеть в монтажке и все. Ничего такого космического и какого-то, да и, в принципе, легче. Вообще, как-то все воспринимаю. Я все сделал, время 2.30. Бытовые дела. И приготовил покушать. Собственно, убрался в квартире. Кучу кофе выпил уже. Вот это, кстати, не оттереть. Это не оттереть. Типа ожога, что ли. Не знаю, это не оттереть, короче. Так, в целом, довольный. Пришли амброшюры. Надо будет забрать, сходить завтра. Вот и пролетели мои выходные. Но у меня еще целый день впереди, конечно. Я, собственно, буду... Пойду сейчас на улицу. Поснимаю. Ну, не знаю, вечером, наверное, пойду заниматься на турниках. Так пролетает время. Жалко, конечно. Что-то задумывалось. Такая философия. Я, наконец-то, понял, что... Блин, мы просто... Вот нам дано сколько-то прожить, да, в жизни. И это как один миг. Десятилетие, как один миг. Там 10 лет, там 5 лет, 6, 3. И я что-то вспоминаю дом тоже. Ах. Мое путешествие в Москве затянулось. Ну, мне оно нравится. Я привык. Я единственное, ну, всю жизнь, наверное, буду мечтать о локациях, чтобы у меня было. Но для этого мне надо делать круто. Делать нереальные вещи. Так что никто не может так повторить. То есть... Очень много потерянного времени. Ну, плевать. Как бы упущенное не вернешь, а страдать по-упущенному нет смысла. Да и не то, чтобы упущенное. Просто в какое-то свое время я... Как-то были загоны. Не это... Не делал. Там не монтировал или еще что-то. Сейчас, конечно, скилл нужно будет нарабатывать. Я такой... Интересная эта вся тема. Интересная. Я что-то вот иногда задумывалась. Я... Короче, понял за себя фразу. Во-первых, вот жизнь серой мыши, это точно не для меня. И когда мне что-то там обывало говорят какую-то хренью, почему не жената, почему не бизнес не откроешь, а почему ты, типа, в Орле не живешь. Вот жизнь серой мыши, это не для меня. Это отличается. Ну, блин, это бесполезно. Отвечать, на самом деле, лучше просто молчать и не разговаривать. Вообще, люди разные, как бы... Вот мне вообще на всех просто. Ну, грубо говоря, я не лезу. Мне не то, что на всех. Мне просто не до. Мне надо с собой разобраться в плане того, что какие-то внутренние амбиции решить. Да, то есть это годы. Профессии там, по... Ну, всем важным вещам. От здоровья до, не знаю, до какой-то бытовой истории. Чем лезть в чью-то жизнь. А люди лезут, как бы. Людям все интересно. Короче, такой парадокс. И вот, блин, вот эта фраза мне прям, она... Я такой думаю, блин, а что ж я никогда-то не отвечал, да? Жизнь серой мыши. Это же действительно такая обывательская жизнь. Это жизнь серой мыши. Вот в чем прелесть. Потом просто сама сойдешь. Мне нравится заниматься творчеством. Она как-то мне от серости как бы убирает. От серости убирает. К чему я, собственно, веду? Подытожим. Это что-то уже муссоль. Короче, все проходящее. И хорошее, и плохое. Все быстро проходит. Абсолютно. Там можно загнаться на секунду. Я вот здесь загон. Не знаю, откуда у меня появились. Но раньше у меня их не было вообще, по-моему. Может, я просто не помню. Что, типа, как-то что-то кто-то сказал. Я раз там воспринял. Такой начинаю муссольть. И вот это вот муссоль у нее от какого-то аля внутреннего голоса. Она может долго играть. И я вот сейчас, ну, прекращу, типа, отключаю. И просто такой, да, и иду дальше. А так, не знаю, сталкивали ли вы. Вы сталкивались вы с такой темой. Напишите в комментариях. Читать я не буду. Поэтому можете не писать. Ладно, шучу. Короче, плевать. Снимаю. Видите? Монтирую. Кайф. Да давим через волчь и не дорос. Блин, жалко просто. У меня завтра уже рабочие дни. С одной стороны жалко. С другой стороны мне надо брошюры собрать. Там раз-раз-раз понедельник. Я еще ближе буду к своим целям. А так, что могу сказать? Занимайтесь спортом, старички и девки тоже. Не унывайте. Все это хрень собачья. Ну, вот я вчера поймался на мысли, что вот это вот все жилье и прочее. Короче, вот тебе дано какую-то жизнь прожить, да? Она не вечная. Она проходит просто мимолетно. И не надо даже на этом экономить. Я просто что-то не заметил, как мои, ну, типа, 9 или 10 лет я тут живу. Я такой, чего? Я столько лет живу. Я уже не молот. Я смотрю, у меня уже там морщины. Уже немного навесшие веки. И такой думаю, а почему-то я внутри в душе молодой, как бы живчик. Занимаюсь всякой хренью. Все так же. С одной стороны, даже не серьезной, но с другой стороны, посерьезнее могу выполнять свои мечты. Я к чему веду. Не надо порой вот жалеть. Потому что, ну, это тоже придет, приходится сознанием. Это приходится сознанием. Это как вот, знаете, в детстве там говорили вам что-то родители, а вы их не слушаете. Ну, типа, что старики несете? А потом, когда проходит время, и ты уже как бы ближе к строительству, ну, к зрелости, ты уже такой понимаешь. Ну, в плане там тех же денег. То есть, ну, типа, деньги. Самое нормальное, что может сохранить деньги, это только недвижимость, короче. На все поколения, на испокон веков и еще, когда купцы были. Все остальное – полная хрень. То есть, никак не сохранит. Вы потеряете и годы, и деньги, и время. Как бы, все потеряете просто. Только, только недвижимость. И ее ни в коем случае не нужно продавать. Нужно только покупать. Вот это и есть. Единственная та вот эта хрень, знаете, как в игре, сохранится. Вот это и есть сохранится, короче. Да, надо идти гулять. Сейчас я поем, у меня там доготовится гречка. Поем, пойду снимать видео. Блин, я просто кайфую от этого. Соберу Рик. Рик оказалось даже подешевле стоит. Но у меня особо сейчас не к спеху. Вчера что-то поймал себя на мысль, что мне нужна флешка. Типа флешка вторая. Вот не знаю, какую брать. Сейчас самое главное доделать. Доделать. Смотрю, там тоже эти клетки все подорожали. Короче, вся техника подорожала. В принципе, вот так вот ориентируюсь. Хотел второй свет, но некуда реально ставить. Не то, что некуда ставить. Но он мне не нужен. У меня там как бы онлайн небольшой. А так или иначе, какие-то подсъемы я не делаю дома. Потому что, ну, маленькое совсем пространство. Не то это. Не то. Это все как эксперимент здорово. Но я потом лучше, когда буду снимать там что-то, арендовать помещение, я сразу возьму вот такую вот хрень. Вот это вот. Вторую. Только без софта. Вот это вот просто. Бандурин. Возьму и все. И нормальный стол деревянный, метра два. Чтобы мне снимать обзоры. Апнусь. А пока двигаюсь в том, в чем могу, так сказать. Я могу монтировать, сейчас учиться. Мне там учиться и учиться, короче. На самом деле. Ну, даже рад. А с другой стороны, даже немножко как-то это грустно. Просто, блин, я вот снимаю. Снимаю все два дня в неделю. Короче, это мало. Хочется снимать мне больше и больше. ПКД снимать. Ну, видите, материал тоже хранится. Я его не выложил там. Не успеваю выкладывать. Ну, короче, к чему я веду? Техническая вот эта моя загон и моя любовь к технике, она мне ушла. Мне все равно. Ну, типа, потому что она у меня уже есть. Все мои задачи, которые я только могу себе представить, я могу делать. То есть кайф. Тут уже вот начинается, там, я, ну, вижу брак, да там, подснял материал. Перебой с экспозицией. Короче, надо разбираться именно на стройках камеры. Перебой с экспозиции, чтобы не автоэкспозиция. Все на одной экспозиции работало. Короче, навыки. Технический план ушел на второе место. А так вот, когда буду арендовать, реально, большой стол мне необходим. Большой стол и один софт. И вот я как буржуй, как все эти буржуи, собственно, увеличусь. Сегодня казахстанца одна увидела. Видак, а тоже у него такой штатив. Интересно. Интересно это все. Развиваюсь. Монтаж улучшился. Ну, как бы там еще предел до совершенства далеко. Как бы такая база. По чуть-чуть, по чуть-чуть улучшаюсь, короче. Главное мне в кайф. В доте начал на хускаре играть. Кто из доты, может. Прикольно. Там и мувы есть, и там катки хорошие. Но он просто двухколобочный. На нем что-то мне полегче. Сперва я его не воспринимал, а сейчас нормально. Просто, блин, жалеешь, не жалеешь. Короче, проходит жизнь. Легко говорить, с одной стороны. Но что-то я не заметила. Ряд 10 лет жизни, нахрен, как просто один миг. И, видите, никаких ориентиров серой мыши у меня вообще нет. Думал, с кем-то познакомиться. Типа, девчонку какую-то. Думал, блин, а у меня я живу, типа, ну, вообще, куда мне ее везти? Да и выносить мозги, ну, как бы, думал, ладно. Забил, короче. Думаю, монтировать. Делать столько много. Я просто какой-то вот необычный, короче, ебанутый, творческий, мне кажется. Хотя, с другой стороны, хз. Ну, я вот понял, короче, делал в локации. Делал, нужно в локации, нужно выстраивать быт. И от этого быта уже пристать выстраивать свою жизнь. Я, на самом деле, это понимаю. Я даже иногда вот в Орелу думаю, блин, а если бы я вернулся? Представим, что и хрен с этой работой, со всей этой историей. Если бы я вернулся и там жил, ну, то есть у меня есть где жить. Вот у меня этот быт, который никак не тяжело мне выстроить. Ну, нет, просто понимание. Видите, я на арендованном так не жил. Как бы привыкли все свое. А в Москве свое просто нереально. Такое. Да понятно, что никто не вернется, что я живу тут, я уже привык. Мне тут нравится. Тут, блин, мы вчера поехали снимать. Потрясающие виды. Ты такой думаешь, да. Как бы там ни было. Знаете, я в такие сложные времена не уезжала в Москву. Просто в жесть. Когда ни денег, ни знаешь, что с тобой вообще будет. Ничего нет у тебя. Не то, что до мечты. Ты просто потерянный. Тоже от каких-то сложных этих отношений. Ты думаешь, я бы тут и не выживешь. А тут сейчас я просто кайфую. В какой-то веке живу для себя, кайфую. Занимаюсь творчеством. Познаю, так сказать, новые профессии. Снимаю, творю. Занимаюсь спортом. Вредные привычки тоже. Да было давно их бросить. Что-то меня осенило только в 28 лет. Надо было их вообще бросить лет там 18. В 18 лет тут начинают бросать. Самое тупое, что есть, блин, это вредная привычка. Отстойчивое. И так проходит время. Ладно, я как будто пропагандиста. Здоровый образ жизни. Мне насрать на здоровый образ жизни. Все равно, как бы, мы не вечны. Просто это глупость. Глупость, как постоянно думать о деньгах или вот, о, жениться, о, козявки у нас и поковырять. Ну, типа, блин, вообще отстойчиво. Не хочется быть обывалой серой мышью. Хочется делать что-то крутое. Что-то кайфовое. Что-то кайфовое. И я вот в это направление стремлюсь. Сегодня даже без стрима. Стрим не стал вырубать. Просто села матери. Я думаю, да кому это нахрен надо? Это все только мне надо. Это я все делаю для себя. Я не читаю комментарии. Я не читаю там... Меня, во-первых, никто не смотрит. Во-вторых, я не читаю комментарии. Че, да, да, че этот стрим, да. Лишний раз загружать. Комп начал раз-раз-раз там помонтировал. Ну, конечно, где-то у меня усидчивости не хватает. Но я помню просто... Вспоминай, когда я садился раньше за монтажку. Вы понимаете, я сидел минуту, и у меня все. Я такой, не, я не могу. А сейчас я сижу часами. Бывает, и у меня в удовольствие. Потому что там я как рисую, как будто у меня холсты. А холсты у меня некуда. Тут некуда, негде рисовать, короче. Фух. Я про Орела вот думаю только, когда вот этот быт. Ну, видите, там с работы непонятно. Там, блин, мне не станет скучно. Я не могу жить в деревне. Я не могу жить, ну, в маленьких городах. Мне хочется что-то крутое. Мне хочется, блин, здесь жить в центре. Чтобы вся эта хрень бурлила. Почувствовать себя прям вот живым. Это таким, о котором мечтал. Ну, сейчас тут в центре комнаты стоит 50 тысяч. 50 тысяч комнаты, прикиньте. Комната. Я вообще в шоке был. Что-то тут с ценами. Как Париж стал. Интересно. Ну, надо заниматься. Надо идти, творить. Все впереди. Нормально. Ну, я счастливчик. Не знаю. Абсолютно чувствую себя счастлива, короче. Просто вот есть какие-то вещи, которые я просто упускал. А сейчас, наконец-то, я что-то понял. Так. Ни о чем не жалею. Все здорово. Прокачиваюсь. Любой вообще, любой какой-то такой, типа, успешный или а-ля успешный разгильдяйский чувак или чурих, который там в соцсетях, они сделали огромный путь, чтобы до этого дойти. Это десятилетие. Тоже вчера с Колешем разговаривали. Просто десятилетие, типа. И никто не видит вот этот вот бэкграунд пройденный. Они видят уже итог. Вот в чем суть. А бэкграунд никто не видит. Так что, допустим, он мог посмотреть вот на эту хрень, на всю эту технику. А сколько это было труда, сколько это лет там, покупки, потом продажи. Техники, еще что-то. Сколько это вообще? То есть, я 16 лет хотел иметь такой сетап. Понимаете, так же смотрел Буржуев и хотелось. Но тогда не было возможности. Потом со временем возможность появлялась. Че-то тоже загонялся, потом продавал, покупал. Сейчас вот это идеальный сетап. Ну, даже если я все это продам, я опять куплю такое же. Потому что это уже вот этот, ну, а-ля свет, грубо говоря. Подобные, типа. Вот эти шторки, подобные у меня в 19-м году тоже у меня было. Не шторки, а вот этот софт и улетка 600-ка. У меня в 19-м году такие две стояло. А сейчас у меня стоят... Сколько у меня? Три? Да, три. Четыре. Три. Три. Ох, ладно. 16 минут уже болтаю. Там уже сготовилось. Короче, нормально, двигаемся. Иду к целям, мне чуть-чуть остается. Завтра рабочий день. Немножко грустно, что пролетают мои выходные. Пролетает вообще вся жизнь. И рабочие, и выходные. Блин, это либо парадокс, либо это фишка счастливых людей, что у них проносится еще быстрее время. Либо, блин, это Москва. Ну, как бы. Ну, я скоро вообще не замечу. Я вот как будто, знаете, проснулся, раз... Все, спишь. Проснулся, спишь. Я вот, ну, типа... А когда созерцать? Ну, что? Вот это мне, конечно, не нравится. А остальное все пустяк. Вот, как говорят, богатые люди парятся только о времени. То есть, единственное, что ценно, только время, ребят. И что бы у вас не было, сколько бы вам лет не было, просто самая важная ценность, только время. Какие-то там взаимоотношения, деньги, неденьги, работа, не работа. Это все полная хрень. Полнейшая хрень. А время, вот нам давно сколько-то прожить? Она кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. И, блин, когда-то ниты не замечаешь. Вот все эти вредные привычки, они созданы, чтобы ты прожигал, еще быстрее не замечал время. Там пошел покурить, раз в день прошел. Типа, вот как это вообще происходит на работе там. Так, блин, вот этот день у тебя завтра не вернется. Ну, типа, не будет этого дня уже в своей жизни. Смысл? Куда ты еще спешишь? Куда ты еще вот сжигаешь? А оно и так со мной горит. Ну, это как, не знаю. Это как подталкивать уже идущий на всех парах поезд. Ты, Влад, можно так сказать. Вот оно мое, свое лакомство. Блин, и она не пахнет еще, все как бы отличие. Буду кушать. Поднабрал, что-то уже, ну, подкачанный стал. Когда начал заниматься, тоже меня Дэн посоветовал, начал заниматься хотя бы там пять подходов делать. Это быстро, блин. Ну, все равно уже совсем другая форма, лучше. Мне больше для башки, типа, мне на форму вообще насрать. Мне для головы, чтобы, ну, волевым быть. Ну, вот в чем-то. Наложил себе перекусить. Маленькую порцию, вот. Собственно, надо попить кофе и уже выдвигаться. Завтра шестнадцатое. Августа. Шестнадцатого сентября мне день рождения. Мне будет тридцать. Как быстро пролетело время. Это было лучшее время. И еще лучшее время впереди. Даже не верится. И я абсолютно счастлива. Собственно, допью кофе и пойду снимать. Обожаю Москву. На самом деле, пока лето. Ну, уже, получается, осень практически, да. Через, там, полмесяца. Блин, через полмесяца уже осень. Нужно воспользоваться этим прекрасным моментом. И запечатлеть, собственно, в Москву 2024 года. Какой-то кришнаик под окном ходил. Включил на все. Хайя Кришна, Хайя Кришна. Ну, блин. Поднял настроение. Но оно было что-то навеселее тоже. Потрясающе. Все, я иду снимать. Погнали. Возле метро ходит. Ой, реально, в юбке. Хайя Кришна. А, вон они. Видите? Хайя Кришна, Хайя Кришна. Ой. Там он сказал. Ну, собственно, я встретил сумасшедшего в метро. Он резко там что-то скандалился какой-то. Либо девушкой, либо женой. Аж даже некоторые уходили. Ну, дедок такой. Я такой, да, блин. Ну, психов на самом деле очень много в мегаполисе. Короче, нашел свой изъян. Собственно, нужно узнать, где выставляется диафрагма, в каком режиме, чтобы снимать именно точно. И тогда не будет вот этого пробела. Пробела с экспозицией, который был. В принципе, вот мы снимали. Потому что я снимаю на интеллект этой. Интеллект-видеотипа. Он автоматически выставляет. Как камера думает, он выставляет. Кнопку только нажимаю практически. А надо выставить такое уже, когда ты снимаешь. Просто это удобно, когда ты себя снимаешь. Интеллект – это просто имба. Как бы тебе лишний головняк уходит. Такая история. А мне надо, короче, выставить именно 1.200. Там более профессиональные настройки. И я не знаю, где тут диафрагма выставляется. Просто никак ее не мог найти. Так что есть над чем поработать, поразмышлять. А так, собственно, ехал. Тоже девчонка такая красивая ехала. А я что-то, блин, я не умею знакомиться. Подходить кому-то, понимая тему. Так, ну что, идем снимать. В парк пойду, наверное. Парк Баумана. Опять тоже мысль пролетела. Вот был бы сетап в руке. Я вот эту камеру таскаю в руке. Был бы сетап, такое видео. Было бы прикольно, мне кажется. Парк Баумана. Парк Баумана. Не знаю, в этом году успею или нет. Но со временем возьму. Город вот вышел, поснимал уже такой, понимаешь. Вот для чего я тут. Прям кайф. Причем проехать всего две станции. Варлей такого нет, к сожалению. Здесь мне дико нравится. Посмотрел, как в Питере, но в свое, не знаю. Всему свое время, думаю. Так. Видите, как красиво, да? Имба просто. Таня, ну как можно не любить Москву? Ну это просто произведение искусства. Друзья, собственно, пора возвращаться домой. Уже вечереет. Восемь часов. Я еще успел на ровном месте споткнуться, на самом деле. Так, пора, короче, путешествие заканчивается. Пора домой монтировать. Вон турник. Заодно. Время не так поздно, 20.35. Иду позанимаюсь. Полезно. Съемочную команду. Собственно, снимали. Два, получается, два оператора. А, или даже три, один сзади шел. Именно с этим Ригом. Один с Ригом, другой с Ронин С4. Что-то снимали, скорее всего, для Москвы. И Москва 24 или что-то такое. Ну, конечно, кайф, все на стиле. И Бая такой, блин, иду тоже с камерой. Писался. Прикольно. Но они вот чисто по раскадровке. Раз, раз, раз. Сняли там футажи и пошли дальше. Я даже понимал, про что они вообще говорят. Интересно, конечно, стало. Только думаю, блин, вот вылиться бы в эту всю историю. Это же прям как раз можно и снимать, путешествовать, знакомиться с людьми с разными. Ну, работы много. Ну, интересно самому влоге разбавить. Да вообще, на самом деле, я такой задумываюсь. Просто, как бы, если есть желание, то почему нет? Типа, тем более есть оборудование. Так, сейчас я дойду на турник. Надеюсь, нет никого. А, если кто-то сидит. Парочка сидит. Не стало как-то мне неудобно. Не знаю. Мой загон. Так-то можно было встать и заниматься. А, ладно. Тоже такое, блин, да? Пусть загнался. Уже целенаправленно шел позаниматься. Как-то неудобно, не знаю. Отстой. Что-то не позанимался. Сразу как-то паршиво. Сразу себя загнал. Мог, на самом деле, позаним. Но почему-то у меня паршиво. Не переборол себя. Короче, уже сразу себя загнал. Такого, что уже неохота и наработаете. И она туда же, короче. Сразу паник. Вообще, конечно, кукушка у меня. Странно. Ну, пофиг уже отошло. Да уж. Занимался в домах сразу. Другое дело. Другое настроение. Так. Сейчас перекинул материал. Сегодня материал снимал 9 на 16. Собственно. Посмотрим, что из этого выйдет. Именно под шорцы. Под такой короткий формат. Интересно. Ну, должны быть хорошие мувы. Я прям отдельно на диске сделаю папку. На этом внешнем. Потому что брал. Я думаю, сразу буду монтировать. Надо вообще один целый видос делать. 15 секунд. И потом под это подставлять. Вот это, видите, удобно. 22.7, 22.9 скорость. Сразу перекидываешь с одного диска. Вот, получается. С этой флешки 170 мегабит. Перекидываешь на вот этот внешний диск. И на внешнем диске я уже работаю. Делаю в капкарте видео. Какие помыть. Ой, 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 ой. Так вот снять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова